Вы писали, что заметили, что у заключенных начали воровать посылки и деньги. Вот про эту историю можете рассказать? Да, вы знаете, мы же, на самом деле, такая организация, на самом деле, почтовая. Мы все время занимаемся письмами и посылками, и у нас вот есть, была до сих пор, вот с этими посылками, одна огромная проблема, это то, что называется, я называю оккупированной территорией, в России принято говорить новую территорию. Вот это новая территория, Россия. Вот они и в Конституции есть. Пойдите, пошлите, попробуйте послать посылку в Макеевку или в СИЗО Донецка. Ничего не получится. СИЗО Донецка совсем недавно было, буквально на днях, подключено к системе ВСИН-письмо. Мы опробовали, пока не получили назад ничего, но это в СИЗО Донецка. А вот Горловка, Макеевка, уже сколько лет, да, сколько лет, вроде как российская территория, уже выборы прошли, уже пенсию платят, туда вообще черная дыра. То есть посылки назад не возвращаются, но никто не знает их сумму дальнейшую. В России это все проще, в России все проще, они просто вот начали пропадать. То есть вот у нас есть, например, один кейс, не буду говорить, какая тюрьма в избежании неприятностей, но просто он очень симпатичный. В этом СИЗО сидят трое политзаключенных, таких провинциальных политзаключенных. Так получилось, да, что они в одном СИЗО. И они нам написали не про себя, а про парня, который сидит рядом с ними. И что, послушайте, помогите парню, он сидит там по спятой, но у него такая жизнь, ну, вот такая, такая, такая. То есть там и детдом, и какие-то, ну, чудовищные совершенно вещи, и убийство у него вообще на самом деле самооборона, и у него как-то совсем ничего нет. И мы ему написали, спросили там размеры, все такое, послали ему посылку, и он нам недавно ответил, да, что большое спасибо, что вы мне написали. Я понимаю, что у вас нет, наверное, возможности послать мне посылку, а у меня происходит вот то-то, 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 ему там добавляют еще срок, а мы такие смотрим на трек, а он его получил. Он ее получил, посылку, да, и совершенно понятно, что он врать не будет, там вокруг люди, которые с нами переписывают, ему совершенно не за чем врать. Вот такие вещи, к сожалению, случаются все время. И когда я про это написала, начали вдруг писать, писать все-все-все, включая сотрудников в почву, что да, мы очень часто с этим сталкиваемся, что сотрудники в СНГ вообще не приходят за посылки, которые включаются, просто не забирают их, и мы вынуждены их обратно отправлять. Либо вот мы понимаем, что они их просто не отдают, просто забирают себе. Или написал мне хороший наш давний друг, Саша Минаевич, в котором мама сидела, и он написал, что я помню, маме передавала передачу уже там в тюрьму, в женскую колонию, и его предупредилась родобольная женщина на приеме. Конфеты не клади и передадим, не дойду. Ну, это было все, а сейчас как-то повально. Прости, пожалуйста, а что в этих посылках, я просто не понимаю. Сейчас вроде бы не дефицит, не 90-е, сотрудникам колонии как-то подъедать у заключенных должно быть немножко позорно. Я даже бы еще добавил к этому вопросу. Вот про позорно, правда, почему забирать у заключенных, правда, это довольно странно, но почему раньше этого не было? Это раньше как-то все-таки контролировалось, а сейчас нет? Ну, смотрите, в октябре прошлого года была довольно сильно поднята зарплата сотрудникам ВСИН. И сейчас она опять повышается, причем даже в Госдуме это все рассматривается. И я прочитала законопроект. Вот в октябре повысили, сейчас снова законопроект двумя рассматривается. Оказывается, за это время успели поднять ВВД зарплаты, и, значит, надо сотрудникам ВСИН тоже, чтобы они не отставали. На самом деле, конечно, речь идет про СВО. Вообще все уходят на СВО, потому что там по-любому больше. 250 тысяч инспекторы нигде не будут платить, объективно. Поэтому они поднимают, но, тем не менее, дефицит у них сейчас кадров 20%. Это при всем при том, что заключенных стало меньше на треть. 150 тысяч они забрали на войну. Ну, это дофига, это много. Понятно, что там еще село, но, тем не менее. И, конечно, полная бесконтрольность. Зарплата, она не низкая. В конце концов, они уходят на пенсию через 15 лет службы. То есть ты 35 лет пенсионер. У тебя большая пенсия. Там много всяких раз, аж ништячков. Очень много. Поэтому там жаловаться не приходится. Но по сравнению с Васей, который ушел на СВО, конечно, не ищемское все. Поэтому давайте колбасу возьмем отсюда. Аня Коретникова тоже написала в комментариях под этим постом, что она еще тогда работала, и она принесла на Новый год в одной из тюрем просто пакетики с чаем и шоколадки. И оставила просто, ну, в Новый год раздадите. Потом, когда вернулась после каникул, выяснилось, что никто ничего не раздавал. Ну, это же так убого. Пакетики с чаем и шоколад. Ну, слушай, Ольга, мне кажется, довольно четко сказала о том, что и в реальности, мне кажется, что это еще в каких-то хороших колониях люди получают нормальные деньги. Я думаю, что где-то далеко-далеко получают совсем небольшие деньги. И это отдельное. А прям много людей из колоний уходит в том числе не только сидельцев, но и сотрудников на СВО все равно, да? Считается, 1600 официально, по официальным данным, ушло на СВО. Вот непосредственно. Но мне кажется, это заниженная цифра. И тем более, что все-таки в Овсине очень много прикомандированных. Очень много сотрудников. Буквально из каждого региона очень много переправлено на оккупированные территории, туда на новые земли. Потому что 38 тюрем должно быть построено в 1924 году на оккупированных территориях. Ну, собственно, понятно, самая-самая большая потребность, конечно, в тюрьмах, естественно. Но это можно понять. Это украинские партизаны, это заключенные которых, которые на фронте, которые, в общем, тоже. Там же яма кругом на фронте. Все время все-всех сажают в ямы, потому что больше некуда. И в ОС забитые, в СИЗО партизаны, в ИК военнопленные. Ну и куда? И куда? Поэтому самая большая потребность – это новые тюрьмы. Ну и у нас, конечно, в СИН, всячески у нас очень сильно стараются. Они у нас с попытками. Ну, да. Подвалы, ямы, тюрьмы. Мы сейчас занимаемся международной адвокацией. Тех, кто смог спастись. Ну, в общем, там страшная история. Совершенно страшная. Я вот в конце хотел, так как вы сказали, что на новых исторических территориях России появляются колонии, я помню такую, ну, как бы, даже не знаю, как это назвать, ну, в общем, тенденцию во время ковида она началась, что в России начались закрываться колонии. А сейчас в России продолжают закрываться колонии, имеется в виду на первоначальной исторической территории, даже не знаю, на старой территории, а на новой открывающей. Канонические. На канонической, да-да-да, территории закрываться колонии. Вы знаете, да, вот буквально на днях вышло несколько статей, очень хороших, кстати, в местной прессе в Красноярской. И даже фильм документальный по поводу закрытия двух колоний в Красноярском крае, двух таких знаменитых колоний. В одной из этих колоний сидел в своё время физик Валентин Данилов. Второй совсем недавно увезли нашего коллегу Ивана Сафронова. В связи с, собственно, закрытием колонии распределили в другое место. И, собственно, эта история о том, как умирают два посёлка городского типа, которые все были, конечно, завязаны на два градообразующих фактора. Колония номер один, колония номер два, да, естественно. В Ивделе, это Свердловская область, была просто недавно торжественно сожжена колония, да. Ну, это прямо вот на Масленицу. Жгли Масленицу, сожгли колонию заодно. Но это вот при комиссии, что такое, торжественно сожжена, потому что всё. И я очень удивляюсь реакции так называемых, ну, гон за правозащитников, уполномоченные по праву человека. В Казахстанском крае очень сильно сокрушается по поводу закрытия колонии. Говорят, ну, не надо закрывать, хотя бы консервируйте. Всё же разбирать. Они же пригодятся ещё. Вернутся же наши ребята с СВО. Ну, им же где сидеть-то надо будет. Понятно же, что они опять сядут. Всё, вы сразу закрываетесь. Прекрасные люди, чудесные. Всё, я думаю, всё правильно, всё правда.